Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с последней сводкой новостей. Ну вот, немного покажу на карте последние новости. Видите, район Киева, Киевская область. Вот, Буча, Ирпень, Гастомель. Все очищено от российских оккупантов. И здесь практически все синим, видите, горит. Там только уже, видите, красные эти точки. Это там армия российских захватчиков еще пока удерживает эти вот направления. А так, что видите, все, слава Богу, Киев полностью освобожден. Ну и теперь такие новости буду зачитывать. Генштаб Украины заявляет, что Россия начала скрытую мобилизацию и хочет отправить в Украину 60 тысяч резервистов. Очень огромные потери у путинской армии. Если посчитать, что раненых убитых где-то, убитых 18 тысяч, раненых умножайте на 3, это еще 50 тысяч. В общем, где-то 70 тысяч уже выведены из строя. А дезертиров, еще и всяких, которые уклонистов, которые самострелы себе нанесли, там еще больше. Так что, видите, срочная мобилизация. До 9 мая они хотят как бы захватить часть украинской территории. Сейчас покажу на карте. Понимаете, это все уже отбой этой территории. Практически они не будут штурмовать. Теперь все силы сюда брошены. И до 9 мая они планируют как бы оккупировать еще большую часть территории Украины. За это время успеть за месяц. Ну и вот такие информации. Как раз вот, видите, путинские эти. Я ее называю. Это путинское мясо. Пошло в бой. Следующая партия. Российская Федерация начала скрытую мобилизацию. Намерена привлечь к войне в Украину около 60 тысяч человек. Об этом сообщается в сводке Генштаба в Исуне 4 апреля. По данным Генштаба, военное политическое руководство Российской Федерации начало мероприятие скрытой мобилизации резервистов с целью привлечения воинских частей до штатного военного времени. При этом уже мобилизует тех, кто имел боевой опыт. При этом сейчас мобилизовывается рядовой сержантский офицерский состав. Районы, из которых сейчас мобилизуют этих, как сказать, граждан, убийц украинского населения. Это Краснодарский край, Пермский край и Республика Дагестан, Гершетия, Калмыкия. Так, российская команда и хочет привлечь во время мобилизации около 60 тысяч человек. И там им сейчас уже современной техники мало осталось. Все, Байрактары разбомбили и дживелины теперь уже старючую технику, которая хранится на складах более 30 лет, будет использовать. Так, поехали дальше. Глава разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, казни входили в план Путина во вторжение в Украину. Да, уже пошли сообщения, что Путин уже готовился разоранее к вторжению уже. И теперь, и надо было бы, как сказать, зачищать эту территорию, как называют, подоля, как говорит, мы зачищаем территорию. Вот как раз, вот видите, этот Путин, вот он и уже было в планах, что надо зачищать территорию Украины. От, как сказать, от украинцев, которые не коллаборанты, не хотят быть под его владениями. Ну, он сейчас новые владения хотят республике сделать. Там все эти, как их называют, Харьковская, Николаевская, еще другие, там Харьковская, видите, вот, у него такой план был. Британской разведке и службе МИ-6 признали, что были ослаблены о возможностях массовых несудебных казней территории Украины. Такие казни входили в планы президента России Путина по установлению контроля над Украиной. Мур также отметил, что казни должны были осуществляться военными подразделениями российских войск, а также сотрудниками спецслужб России. Да, вот они знали уже, что планы Путина по вторжению включали несудебные казни их военными и спецслужбами. Так что неудивительно, что сейчас я вам в конце еще покажу, там ссылку дам на ролик, ну, на фотографии, где вы видите еще, это уже другая, как сказать, съемка, другие фотографии, и там увидите самые точно уже стопроцентно люди лежат убитые. Там никаких даже, я даже мыслей не могу представить, что люди говорят, что там постановочные. Вот сейчас последние съемки, фильмы, кадры, посмотрите, фотографии, там все увидите. Резня в Буче это больше, чем тревожный звонок для Европы и мира, заявил польский премьер. Так, вот как раз он заявил, что по его убеждению ЕС обязан ввести реально работающие санкции, в них входят конфискация всех российских активов и разрыв торговых отношений с Россией. Так, Украина должна получить вооружение, с которым она сможет защитить женщин и детей Мариуполя, Буча и многих других городов. Это наша политическая и моральная обязанность. Хватит фальшивых жестов и тактики избегания. Хватит, заявил Моровецкий. Сейчас все уже, как сказать, взяли за Путина, за Россию. Все будут, все страны по возможности будут уже блокировать все, что можно. И все, все санкции, все, что можно максимально, будут уже введены против России. Все страны уже решили. Вот уже вся Прибалтика уже сейчас прикрывает кислород, въезд и выезд даже на территорию своих стран. Мир поражен картинами из Бучи. Но неужели вы ждали от русского мира чего-то другого? Да, вот редактор газеты Думской правильно написал. Отщечевицы сейчас рассказывают и выложены фотографии, видеозаписи из освобожденной от российских захватчиков Бучи. Сегодня буквально потрясли весь мир. Молдова объявила день траура. Ведущие мировые СМИ, политики, правозащитники, общественные деятели были шокированы, когда увидели настоящие лица русского мира. Но нам, людям, которые учили историю России, сцер Украины, удивляться нечему. Звериная жестокость уже во многих веках визит на карточку русской, советской, российской армии. И вот как раз по этой теме. Давайте вспомним две чеченские войны, уничтоженные Грозный. Давайте вспомним вторжение в Грузии, марсовое мародерство. Может, ничему не учили нас донецкие и луганские подвалы 2014 года и пропадающие без вести крымско-татарские активисты. После этого всего, о чем мы ждали, что в этот раз будет по-другому, что они поменяли, что цивилизация их исправила, ничего не исправила. Цивилизация дала им разве что мобильные крематории, которые приехали в Украину в обозе для этой спецоперации. Да, и у меня есть на ролике, где крематории сжигают, трупы. Все думали, что это для типа российских солдат убитых, чтобы сразу их там... Оказывается, нет, они еще приехали, чтобы украинцев, которых расстреляли, убили на улицах, во дворах сжигать крематории. Ну и вот сейчас страшные кадры из Бучи. Я вам ссылку дам на эти фотографии, сами посмотрите. Люди лежат прямо во дворе, убитые, расстрелянные. Пускай вот эти придурки, которые пишут, что это фейки, посмотрят конкретно. Вот это уже точно там я уже... Люди уже возмущаются, что российские неадекваты уже пишут, что это постановки, типа. Это взяли этих каких-то людей, их положили. Потом эти люди встали и пошли, типа. Ну это уже больные люди наголу. Говорю, вот фотографии я вам сейчас предоставлю, посмотрите. Говорю, уже у людей там российских уже этих полностью, я вижу, они там неадекваты, больные там, может, что-то с головой. Ну вот даже самые фотографии, самые простецкие я вам покажу просто, которые YouTube пропускает. Вот. Уже во дворах просто хоронят своих родственников люди, видите. Уже прямо роют ямы. И вот просто, ну, съемки из этого города. Вот. На улицах городов обнаружены десятки тел погибших в гражданской одежде. Вот женщина просто. Я показаю фотографии, вот как выглядят города просто. Пускай они посмотрят, и во что превратились города. Они думают, что там не убивают людей. Это люди, россияне, вы что, больные? Вы что, видите, во что превращены эти города украинские? Вы войдите там внутри, посмотрите, что там происходит. Вам никто ничего не покажет. Вот просто крестики, видите. Поставлены могилки такие. Потому что некому хоронить. Они не понимают, удивляются, как три дня люди лежали трупы во двора, на улице. А кто пойдет собирать эти трупы? Я был бы жителем Бучи. Я три месяца просидевший в подвалах, как они сидят без света, без еды, без воды, без отопления. Вышел на улицу. И что, я пойду эти трупы собирать и хоронить? Вы что, больные? Кто? Там людей практически все просидели вообще в этих своих, воялись улицу выйти и месяц просидели в заперти. Говорю, без чего? Без тепла, без света, без еды, без воды. И теперь они говорят, а почему трупы валялись три дня? А кто их будет собирать? Вы пойдете собирать чужие трупы, если это не ваши родственники? Куда вы их похороните? Куда вы их потащите? На себе этот труп возьмете и в лес потащите их хоронить? Вы что, больные? Люди в шоке все. Они рады, что они выжили вообще. Я говорю, вот эти люди, у них нет логики мышления. Я говорю, вообще, это тупые. Вот я вам фотографии покажу, чтобы не быть голословным. Вот пенсионеры в основном, что эти старушки пойдут хоронить этих убитых с улицы людей, никто их и не будет хоронить. Все ждали, пока приедут в ВСУ, пока они все это зафиксируют. Все преступления, все эти люди пришли, все эти спецорганы, которые зафиксировали все преступления. Потому что нельзя было убирать эти трупы с улиц. Трупы лежали, да, нельзя их трогать. Все пришли, зафиксировали. Потому что кто, кто? Вот эти бабульки потащили труп похоронить. Говорю, вот, ой, извиняюсь, фотографии нельзя даже показывать. Я говорю, вот, фотография как раз там вот внизу. Похоронили девочку. Что это, фейк? Вот, она лежит просто непохороненная. Сейчас я вам еще фотографии потом выложу, посмотрите. Я говорю, удивляюсь этих россиян. Они там какие-то зомби. Я говорю, это чисто люди уже все. Я уже слов не имею, даже не хочу ругаться, ничего там объяснять. Я вижу для себя, что там происходит. Я веду репортаж уже 40 дней. И вижу, что это все, это геноцид украинского народа. Они пытаются доказать, что российские не убивают мирных людей. Очнитесь, люди. Очки оденьте и посмотрите, что там происходит. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.